Сегодня кадровый голод возникает из-за того, что нет национальных идей, нет патриотизма. Это должно развиваться и культивироваться еще в школе, в детских садах. Конечно, люди должны получать достойную зарплату. Конечно, нужно, чтобы люди не могли уехать, и здесь было достаточно для их работы. Для этого должна работать и пропагандная машина, то есть и фильмы, и поощрение тех героев, которые заслужили уважение. Это может быть врач, учитель. Это любой человек, который достойен уважения, о нем должны слагать песни, создавать какие-то истории и делать так, чтобы он был заметен. Не тех негодяев, которые сегодня часто присутствуют на экранах, а тех достойных людей, которые выполняют свой долг честно и патриотично. Вот это надо обязательно делать. И тогда люди будут оставаться и будут любить свою страну, будут делать все, чтобы она была достойно представлена в мире. И никто не захочет уезжать. Это самая красивая страна в мире. Это 100%. Это самые красивые люди. Это самые умные люди. Просто на какой-то момент их затюкали. Эти 90-е годы дали им шелобродничество и потерю истории внутреннего ощущения, что он живет в своей стране. И они все хотят уехать. Вот если правильно подвести политику, если правильно провести, скажем, пропаганду, а она нормальная должна быть, то люди будут любить свою страну и будут патриотами. И тогда никакой Америки и Европе рядом не будет места. Мы будем всегда впереди. За нами только Китай. Продолжение следует...